Всем добрый вечер. Хочу вам представить Дароту. Дарота, как уже Серёжа сказал, приехала из Могослова. И сегодня мы хотели бы поговорить на такую тему «Быть веганом сложно только на Северном полюсе». Почему мы так назвали? Потому что хотела бы на примере такого веганского пути Дароты показать, что быть веганом действительно сложно только на Северном полюсе. Дарота является сейчас руководителем каждого веганского ресторана в Павроцлаве. Этот самый большой ресторан веганский в Европе находится в самом центре города, там где, как у нас на Крещатике, так у них в Павроцлаве. И является он уже веганским рестораном на протяжении нескольких лет до этого. Около 25 лет этот ресторан был вегетарианским. То есть, вы представляете, 25 лет держать марку вегетарианства – это достаточно непросто. И вообще, как бы, целый веганский путь Дарота – это путь зоозащиты, путь защиты людей, которые пропагандируют этическое отношение к животным. Дарота сейчас является активным членом компании «Открытые клетки», компании «Антимех». И считает, это самая важная главная деятельность в жизни. А веганский ресторан – это как такая очень хорошая реклама в самом веганском образе жизни. И начнем с того, что хотелось бы узнать Дарота, как ты вообще пришла к вегетарианству сначала, как ты вообще поняла, что мясо – это «фуй», как ты говоришь, то есть это очень плохо. И вообще, как все началось. Дарота была 35 лет назад, не только 14 лет, где-ли на полском, по-полском, по-другому. На дворце я увидела транспорт круб до зези. На звуках 30-ти мертвых, или 10-ти мертвых, встало еще несколько живых. Это было в огромном упале. Эти мертвые просто убегли живцем в вагонах, те, которые были мертвыми. Один случай произошел с ротой, как раз, когда ей было читание секрет, как она сказала, она увидела такую картину, что на железнодороге стоял вагон, который транспортировал корову в войне. И это была ужасная жара, было около 40 градусов. И в одном из вагонов сквозь щели видела такую картину, что пораженных коров стоять на трупах около 30 мертвых которые уже разыгрываются. И это первый случай, который заставил деруту затылаться. И после этого? Позже я пошла к шефу этой стации полейной, чтобы спросить себя, что произошло, потому что это какой-то потворный случай, что это что-то ненормальное, необычное. И народа сразу же пошла к начальнику станции, узнать, что случилось. И казалось, что это какой-то коллапс, какой-то манс, что это ужасное случилось. Узнать. Но начальник станции сказал мне, что это как обычно, что там работники упили, не дали животным воду, не отворили воду, что это животное упили живцем. У нас есть мясо на картке, а так много мне за доброго не падало ни слова на терпение этих животных. А мне это автоматически связано с транспортами людей до Ощвенчина. И так это менее-менее выглядит, может, даже даже плохо. И начальник станции сказал, что как всегда, здесь ключевое слово как всегда, опять послышали, которые и люди, которые следили за этим, напились и опять в коробор не досталось воды, так что то уже около недели они стоят и опять мясо пропадает. В то время мясо это был дефицит в Польше, все было на карточках, и продукция пропадала. И начальник станции, конечно, уже не сказал ни слова о том, что кто-то там так холодно отнесся, и очень много животных погибли, и там мучились, и пару еще осталось живых. В то время я поняла, что это не случайный упад, только что так наше общество трактует животных, что это на свой способ нормальное. И это был для меня так потворный шок, что я никогда не езжал ни куски мяса, что-то хоть бы мяу жить с глоту, или на анемию захоровать, или там, не знаю, на какого-либо. И так это было до той поры. Это стало таким очень важным моментом в жизни народа. Тогда ей было 14 лет, что она подумала, что это что-то неправильное, и общество какое-то ненормальное, что разрешает, позволяет ему встречаться. И с того времени народа решает, что больше никогда не съест пустка мяса, и все животные не остаются живыми, а не тарелки. И вот до сих пор она поддерживает этого креста. В тамтих часах не знала никого, кто ест вегетарианином. Вшесци мои знакомые, родители, считали, что это было 35 лет назад. Никто даже не слышал о такой идее вегетарианизма, о людях вегетарианцах. Все родные, родители народа считали, что мне что-то случилось с головой, и она немного помешала. Все было помешать. А я говорила о том, что в тех временах было в Польше 100-500 вегетариан, а сегодня есть их 1,5 миллиона. Это официальные статистики, и очень возможно, что есть их больше. вегетарианцы. Народо говорит сейчас об этом, потому что в то время, 30 лет назад, знал, что может быть где-то в Польше существует только 100, то есть их вегетарианцев, но не больше. Сейчас, на сегодняшний день, официальная статистика говорит, что вегетарианцам веганов около 1,5 миллиона больше, а на самом деле, может быть их даже больше. Сейчас мы поговорим о том, о чем мы поговорим о том, о чем мы поговорим о том, о чем мы поговорим о вегаинском бизнесе. Потому что я думаю, что ведение самовыстарчального бизнеса, который является этажным, в таком смысле, что не использует животных, вегетарианцам, а одновременно, стараемся шановать и права работодательные, и экологию. Это лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы успешить выживание животных. Сейчас мы хотели поговорить о чем-то единическом бизнесе, так как я считаю, единического и едининского бизнеса, как я считаю, это самовыщество для рекламы едининского образа жизни, самый лучший путь для того, чтобы животные стали свободными, так как вы получаете средства, чтобы помогать животные, средства для наивания, и также вы тем же самым своей деятельностью вы даете шанс людям познакомиться с соседом поближе и показать, что это не так страшно. Проводение вегетарианской ресторанции дает широкие возможности пропагования веганизма на разные способности. Даже витрына окейна может быть плакатом, который захочет запознавать себя с вегетарианской dietой, а потом, что затем идти с идеей, которая позволяет что люди становятся веганами. а потом, что люди могут заново, какое-то вегетарианство в таком месте это уже средство пропаганды, это уже средство навесения информации к людям. Люди могут увидеть какую-то заманку, какое-то вегетарское блюдо, поинтересоваться, а потом узнать больше и больше о вегетарском способе жизни. Есть такой стереотип, что веганский бизнес, это бизнес маргинальный, что мы должны проводить маленькие скрепки на предмещениях, или в каких-то местах мало популярных, а также видовать высокие цены. Я всегда стараюсь, чтобы было одновременно, чтобы было место в центре, а чтобы цены были в мере возможности приступны, чтобы каждый мог попробовать веганское единое. Веганский бизнес веганский бизнес является маргиналистическим, то есть какая-то структура, или кафешки, или какие-то маленькие морозильщики, либо что-то еще. Нужно располагаться где-то подальше от центра. Как считают специалисты, еда должна быть там более строить дорожки, чем обычно. Но дорота, в принципе, не согласна с этим принципом, она считает совсем наоборот. Она находится в самом центре города. Очень много людей туда приходят, и, конечно, наоборот. И, конечно, наоборот, это самая достопная цена, как каких-либо ресторанах в городе. То есть дорота за то, что веганская еда была как можно дешевле, как можно достопнее, как можно больше людей в них попробовать. Потому что если мы будем делать именно так, то если мы будем делать именно так, то никогда не будет для нас доступен такой причинный обыватель, который через то, что пробует других смаков, может быть интересным изменением своего структура, здоровья, а потом, в дальнейшем, в дальнейшем, тоже и права мы свежим. И это очень важно, чтобы цены были как можно достопнее, потому что чем больше людей попробуют, чем больше людей заинтересуются, тем больше вероятность того, что большая часть людей заинтересуется веганской идеей, заинтересуется идеей освобождения животных. И это правда, что у многих людей всё идёт через живот, и самое главное – это вот толчок, чтобы люди могли приходить со своими животными. Я думаю, что, между теми, таким путем удалось держать уже 26 лет в самом центре города. Очень много людей приходят, даже с маленькими детьми, много родителей веганских. И это очень важно, чтобы люди могли приходить со своими животными. И вот подтверждением такой позиции Дорода считает, что уже века существует 26 лет в самом центре города. Дорода от себя добро, что тоже расскажет о всех перепутях, которые случились. И сюда приходят очень много людей от разных компаний, от разных возраста. Как вы видите, приходит очень много детей, маленьких детей. И конечно же приходят люди живые. Это единственный из многих ресторанов, где люди могут прийти с собаками, со своими 4-магами, в зону. Дорога. 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 И Prop3 Mirror Wow. Частое веканное место — который не сп Vlogave Века. И приходит еще и еще раз. Опасмотрение запр Geschick consistent. В общем, важно то количество людей, которые едят в егодской улице. Каждое егодское егод, которое даже не стоит съесть ел бы так, а то кусочек, которое относится на животное. Мамы сейчас новые часы. Когда мы начинали, не было еще в Влоклаве ни в Макдональдса, ни в двух лет. Сейчас есть фастфуд, это очень популярная ежедневность, поэтому мы делаем фастфуд веганский, который приводит детей и молодежь. Это фастфуд здоровый, потому что сами печемы булки. Немного готова. Мы делаем майонез, сосы и так далее. Я работаю на Силосу. Один из года был фастфуд. Делали себя, чтобы никто не знал. Я была ни одного Макдональдса, ни одного за год. И в ресторане, в котором есть только такая обычная здоровая основная еда. Но времена изменились. И здоровые тоже появились. Наоборот блюда, которые внешне напоминают водный фастфуд. Но на самом деле это здоровые еда. Это здоровые котлеты из буряка. Это здоровый пастфуд. Например, да, очень много есть разновидностей. Это здоровый веганский майонез из пацалона. Это здоровый пастфуд. Это здоровый пастфуд. И вкусный пастфуд. И вкусный пастфуд. И вкусный пастфуд. И вкусный пастфуд. А для нас это уже нормальное. Сладости, которые точь-в-точь идентично выглядят как сладости с животных продуктов. Люди, которые приходят, они удивляются, что такое возможно. И веганы могут есть, не знаю, такие же самые красивые торты. И вкусный пакет. Люди, которые употребляют молочное молоко и яйца. А для нас это очень вкусно. Те сладости, веганские. Существуют всегда здоровые от не веганских. Потому что используют трциновый кукер, сметану из млека кокосового. И различные орехи. Существуют очень вкусные, которые в традиционном кукернике. Ну, вообще, в принципе, веганские сладости, даже такой, как сказать, шампут. Они априори здоровее сладостей не веганских. Так как торты используют тростниковый сахар и растительную сметану, которая есть гораздо болезненнее, чем обычная. Так как уже говорили, проводение веганских или вегетарианского локала веганских способностях. Это очень важная возможность уповсченения информации веганских способностях. Веганских способностях. Здесь всегда доступны разные типы улотки веганских и прав животных. Так как уже мы говорили, что ведение веганского и вегетарианского ресторана – это очень хороший способ рекламы веганского образа жизни. Это очень хороший способ распространения листовок. И всегда можно приносить людям информацию, которая будет веганского и веганского образования. Веганского образования и веганского образования. Веганского образования и веганского образования. Не всегда все получилось так весело. Были очень много проблем с тем, чтобы сохранить место. Веганского образования и вважные православии нас устроили из-за удовольствия. Потом мафия хотела бы уехать от нас харанч, но, на счастье, это было хорошо. Удано нам уникать всяких глоботов. В этой ситуации уже не мы сами, потому что есть несколько и других вегетарианского локала веганских и веганского в Великобритании. за мне партия Кеши. Но не все было так радостно, но не все всегда так было радостно, как сейчас. Пришли очень бездогие испытания. Сначала это было давление от власти, потом это были проблемы с мафией. Но все удалось пережить, все удалось выборать. И сейчас имеем то, что имеем. И очень радостно от того, что в России, например, очень много появляется все больше и больше веганских и вегетарианских заводей. Это очень милые гости. Сейчас я хочу рассказать о такой работе, которую мы проводим. Мы используем каждую возможность чтобы пропагировать веганизм, а также вегетарианизм. Вегетарианизм. Здесь есть например наш дом на Божонародзенском ярмарке. Кеши, который отбывается в Центре Брославия. Вегетарианизм. Стараемся этим рассказать любую дополнительную возможность, чтобы пропагандировать вегетский образ жизни и защиту проживания. Здесь, например, вы можете увидеть такую вкладку домика на ярмарке к Рождеству, где вегет представляет свою продукцию и также вегетарианную также важную для нас компанию отзывая еммиэх в истории. . Действительно. Вегетарианизм. Вегетарианизм. Можно его использовать для концертных концертов. Здесь есть представление Божонароджения, где вегане могут принять свои продукты. Они делаются между собой еды, которые мы приготовили в доме. Если у вас есть свой веганский ресторан, то можете его использовать на полном. Например, проводить разные концерты, разные лечебинки, в целях которых, конечно же, есть реклама веганства. Здесь, например, это вечеринка по поводу Рождества, где всем надо, конечно же, веганские, где любой человек может принести с собой веганское блюдо и пообщаться с такими же веганами, как Георг. Могу сказать, что у нас играл True Nature концерт. Знаете True Nature? Могу сказать, что у нас играл. Могу сказать, что у нас играл. Очень хорошие концерты. Могу сказать, что у нас играл. Могу сказать, что у нас играл. На речке фундации, которая занимает стерилизованием бездомных животных. В этом случае, в этом случае, в губе коту. Еще одним видом деятельности мы поможем для себя выбрать организацию разных ярмарок, на которых можно собрать деньги для той или иной потребности на тех или иных животных. Мы здесь на филе организации для компаний по стерилизации издомных котов. Мы стараемся организовать с разными организациями позарандовыми. Могу сказать, что мы организовали против забивания кони на мемсо. Потому что Польска является первым в Европе первым в Европе представителем кони, которая забивала себя на мемсо. Мы сотрудничали на сцену Матумия за решение организации. И вместе с ними организовали разные протесты. Например, здесь вы можете увидеть протест против общества жизни на мемсо. Которые организовали вместе с другими протестами и польскими организациями защиты животных. И, к сожалению, Польска получает большинство мяса в Европе. Мы стараемся сделать все, что возможное, чтобы это поменять. Между тем, что мы находимся на мемсо. Мы стараемся выкупировать кони, или отбирать животных, которые очень плохо тратят животные. Польска получает отбирать животные международными тройками. Люди, отбирать животных, которые, в Sacр ettник,